Я бы ввел более строгие оценки в школе за незнание истории своей страны. Мне кажется, идет у нас все оттуда, потому что не надо забывать, что при нынешнем режиме дети пошли в школу и закончили школу. И вот сейчас они входят в большую жизнь. Это все случилось при нынешнем режиме. И я полагаю, что все страсти вокруг истории, они связаны именно с тем, что, к сожалению, далеко не у всех были хорошие или, скажем так, просто нормальные образованные учителя. В противном случае никогда бы у нас не появился памятник Ивану Грозному, и, так сказать, никто бы не обливал доску Колчака в Петербурге там всякой мерзостью. Вот, понимаете, история – это, как мне кажется, такая вещь, за незнание которой наказывает сама история, сама жизнь. И поэтому, если мы попытаемся взрослых людей вдруг чему-то переучивать или как-то наказывать за незнание чего-то, то это бессмысленно и бесполезно. Можно человека научить пользоваться там ножом и вилкой, но при этом ты не сделаешь из него там интеллигентного человека. Понимаете, это вот разные вещи. Поэтому нам надо очень серьезно, как мне кажется, вот прежде всего преподавателям истории и людям, владеющим исторической наукой, как-то очень серьезно обращать внимание на все то, что происходит сегодня у нас в школах с преподаванием истории. Иначе мы потеряем еще одно поколение. И тогда действительно может и Сталину появиться эти самые памятники. Вот что меня смущает.